Друзья, всем привет! Ну что, первая неделя весны прошла, идем на авторынок, смотрим цены, как изменена цена опустилась, либо наоборот подскочила вверх. Но я смотрю, видео зашло, меньше будем открывать автомобили, просто будем снимать внешний вид, сколько стоит. Ну а подробности уже, допустим, в этом месяце у нас планируются обзоры конкретно сделать на микроавтобусы, на минивены, на седаны, на хэтчбеки, на кейкары. Там уже будем ходить, открывать, показывать салончики, ну вообще, что они из себя представляют. И всем огромное спасибо за подписку, кстати, не забывайте подписывайтесь на канал, всем огромное спасибо за комментарии, которые вы указываете под видео. Еще хочу добавить, точнее спросить у вас, как у вас в вашем регионе обстоят дела с техосмотром. Допустим, у нас в Приморском крае проблематично сделать техосмотр, практически сделать это невозможно. Как дела обстоят в вашем регионе? Ребят, ну, видите, пополнение на авторынке есть, довольно неплохое, но знаете, как обычно, того, чего надо, того нет. Ладно, просто посмотрим, сколько, что, сколько стоит. И так, перед нами пасса, это свежий кузов, 16-й год, XLPS, комплектация, литровый мотор, 585 тысяч. Стоит вот такой вот пасек в таком, в бордовом цвете. Рядом стоит Toyota Vitz, он 1,3, 4WD, летняя резина. Так, цена автомобиля, сейчас я вам скажу, сколько он стоит. 4WD, 17-й год, указали 1,4, аукцион 4 балла, 735 тысяч рублей. Стоит вот такой вид с объемом двигателя, не 1,4, а 1,3 литра. За Витцом он спрятался, вид, ой, вид, извиняюсь, Fit, 4WD, гибрид, 2016-й год. Цена, 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 сейчас узнаем ценник. Рядом стоит еще один желтенький, кстати, комплектация такая простенькая, у 4WD. Рядом стоит желтенький, это у нас идет Elkan, 15-й год. Elkan у нас отличается чем, вот смотрите, фары идут линзованные, у простого такого нет. Ну, он идет на кожу. Кожа, аукцион, стоимость автомобиля 795 тысяч рублей. Рядом стоит Suzuki Ignis, гибрид. Недавно вот отправляли такой автомобильчик с пробегом 7 тысяч. 2016-й год, лот, оценка 4 балла, пробег 102 тысячи, стоимость 675 тысяч рублей. Ну, гибрид, кто видео смотрел, он неполноценно идет, он двигатели немного толкает. Кстати, мне понравился автомобильчик, ветер сегодня ужасно на улице, очень-очень просто холодно сегодня. Грузовичок стоит, рамы, аккумулятор сняли куда-то с грузовика. Значит, это у нас стоит Elf, 18-й год, 3 литра, грузоподъемность 2 тонны, механика. Цену сейчас уточним. Узнали ценник, 2,350, пробег у автомобиля 50 тысяч километров. Да нет, пока поднимать ничего не надо. Автобус сколько стоит? Ваш? Автобус мой, да. Цена какая у него? Ну, будете брать 2,800, 2,800. 2,800, 2,800. 16-й год, 2,500, гибрид, 4WD, 2 миллиона 800 тысяч, он на литье, на зимней резине. Да не, 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 сегодня не открываем, спасибо. Сегодня так, внешний вид. Ладно, рядом стоит движ, что это у нас стоит, рестайлинг, лето, на литье он, у нас светлый, светлый салончик, 1 миллион 50 тысяч рублей. Автомобиль 2014, 2014 год выпуска. Rush, Bego, одно и то же, вот блин, вижу, крыло у него украшено. Штатное литье, зимняя резина. 2014 год, полтора литра, цена, 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 нет цены, но я думаю, где-то под миллиончик он должен стоить, такой вот автомобиль. Вот еще стоит один Rush, литье у него нештатное, но сейчас мы узнаем по цене, сколько стоят эти Rush. Так, что-то продавец куда-то убежал, не могу его найти. Ладно, Nissan Note, но Авито тоже цены здесь нет. Вот такой вот стоит Keycard, 15-й год, 4 камеры, 2 электродвери, лот, оценка 4 балла. Тоже, к сожалению, не указали ценник. Ну что, сейчас пойдем искать, искать, где цена у нас указана. Это DS RUX, то есть высокая крыша, есть DS обычно, есть DS RUX, где высокая крыша, да и боковые двери у нас раздвижные. Siento тоже вот все набирает, набирает популярность. Есть гибрид, есть передний привод, есть 4WD автомобили. Вот стоит порядка в районе миллиона. Ценник начинается где-то от 800 тысяч, но хороший автомобиль будет стоить, наверное, все-таки под 950 тысяч, такой более-менее нормальный. Короче говоря, хороший. Стоит Олеон, он, по-моему, 11-й год, полтора литра, передок, вариатор, 845 тысяч, он стоит. Toyota ProBox, 16-й год, 4WD, есть статистики 690 тысяч рублей. Ну вот, смотрите, вот стоит Siento, 4WD, аукцион 4 балла, автомобиль 2016-го года выпуска. Оп, что-то меня не задавили. 1 миллион 25 тысяч рублей. Вот такая вот Siento. Siento, 18-й год, 4WD, аукцион 4 балла, пробег 52 тысячи. Ценника что-то не вижу я. На нем, кстати, вот Siento почему-то, вот почему-то они приходят с небольшими пробегами. Я не знаю, почему так происходит, но есть вариант найти вообще такой автомобиль с минимальным просто пробегом. Так, на ноуте цены нет. Вот стоит пасек, 16-й год, состояние нового автомобиля, пробег 28 тысяч километров, 545 тысяч. Такой пасек стоит. Пасек тоже вот последнее время все набирает, набирает популярность. Потому что свежий год, можно тоже взять автомобиль с небольшим пробегом. Ну и хорошее состояние по кузову. Спайки, спайки, конечно, ребят подорожали. Что Фрид, вот кстати Фрид стоит, все напоминаю, да, вот Фрид, а вот Спайк, разница у них есть. Фрид данный, так, 12-й год, 735 тысяч он стоит. Вот еще один стоит беленький. 3,4 балла, аукцион 3,4 балла, 770 тысяч. Хонда Джейд, тоже такой мини-бленчик, вот начинают их ввести, 6 мест, 1 миллион 25 тысяч штатное литье. Можно сказать, новая зимняя резина стоит, и он идет гибрид. Это полноценный гибрид. Смотрите, Дайхатс еще интересная стоит. То же самое, ПАС. 595 тысяч стоит. Аква, 17-й год, декабрь, полноценный гибрид, полтора литра, 735 тысяч. Филдер, старенький кузов, но, тем не менее, постоянно пользуются спросом. Цена не указана, пробег 60 тысяч, ребят, 60 тысяч пробег на автомобиле, 2010-й год. Ну, я думаю, 1750 он где-то будет стоить, где-то вот в этом районе. Поднялись на самый верх, а здесь еще холоднее. Итак, ВИЦ литровый, передний привод, 16-й год, стоимость автомобиля 650 тысяч рублей. Такой красивый баклажановый цвет, налитье, зимняя резина, повторители, черный салон. Сузуки Свифт, родное штатное литье, летняя резина, бесключевой доступ, вижу, есть. Мультируль есть, аукцион 4 балла, пробег 67 тысяч. 2017-й год, мотор 1,2, стоимость 755 тысяч рублей. Рядом стоит Nissan Note, в обвесе, штатное литье, летняя резина, аукцион, вижу, 4,5 балла, пробег 79 тысяч, кузов целый, не крашен. Цена, к сожалению, не указана на этот автомобиль. Рядом еще один Свифт, 17-й год, 1,2, это уже 4 ВД, 770 тысяч, 4 ВД, зимняя резина, штатное литье, черный салон, есть аукционный лист, 4 балла, 82 тысячи пробег, просматривается сквозь стекло. Toyota Corolla Fielder, S-Co, так, это у нас не гибрид, тоже на штатном литье, хромированные ручки, 4 балла, 90 тысяч пробег. Как-то через один ценник висит на автомобилях, Raktis, вот, кстати, спрашивали о Raktis, сколько стоит Raktis, ребят, 16-й год, полтора литра, передний привод 860 тысяч рублей. Подорожали в цене, реально подорожали. Freed, черный цвет, штатное литье, хорошая комплектация, прям, реально хорошая комплектация. 14-й год, 880 тысяч стоит автомобиль. Сузуки Джимми, 12-й год, 660, стоимость автомобиля 615 тысяч рублей. У него хорошая комплектация, автомобиль, кстати, вот, ребята, автомобиль действительно не ржавый для Джиммиков. Такой мини-мини джипик за 615 тысяч рублей. Вот еще у нас ряд автомобилей стоит, кстати, кто-то спрашивал про кроссроуды, они есть, но и действительно мало на вторинке. Итак, это 2009-й год, 4WD, мотор 1.8, стоимость 925 тысяч рублей. Nissan Note E-Power, 17-й год, 4 балла, стоимость автомобиля 735 тысяч рублей. Honda Shuttle, гибрид, полноценный гибрид, 16-й год, 795 тысяч рублей. Toyota Corolla Fielder, 2016-й год, аукцион 4 балла, стоимость автомобиля 855 тысяч рублей. Mazda, ну, Mazda, она пробежная стоит, 10-й год, 2,3, 4WD, левый руль, левый руль, нам не интересен, 840 тысяч. Subaru XV, гибрид, белый, перламутр, штатное литье, зимняя резина на автомобиле, только с таможней, 1 миллион 235 тысяч. Еще одна серенькая, 15-й год, 4WD, не все 4WD, 1 миллион 185 тысяч стоит данный автомобиль. Ваши машинки снимают. Это у нас Fielder, только с таможней, 905 тысяч рублей, 4 балла, пробег 119 тысяч на этом автомобиле. Давайте возьмем еще немного автомобилей, ужасно холодно на улице. Итак, Subaru Forester, 2017-й год, 1 миллион 790 тысяч рублей. Nissan Juke, 2015-й год, полтора литра, ровно миллион рублей. Еще один Forester, это новый, 2020-й год, гибрид, здесь 2 с лишним он будет стоить. Кстати, как мы сделаем обзорчик? Стоит LEVORK, штатное литье, насыщенный такой красивый синий цвет, 1 миллион 270 тысяч рублей. Honda Fit, 2016-й год, L-комплектация, 820 тысяч рублей. Но вот здесь машинки так подразгребли. Посмотрите, как Forester выглядит со стороны. Оп, скользко. Так, ну, что у нас здесь имеется? Outlander, 2016-й год, люк белый, первомутровый, 2 миллиона 100 тысяч. Forester, 2016-й год, 1 миллион 620 тысяч. Forester, 2-х литровый, 2 миллиона 230 тысяч. Nissan X-Trail, 2014-й год, 2 литра, 1 миллион 380 тысяч рублей. Voxy, 2016-й год, гибрид, 1 миллион 420 тысяч рублей. Просто космический корабль, 2016-го года выпуска, гибридной версии, 2 миллиона 950 тысяч. Ну, и тоже такой рабочий автомобиль, Hyse, 1 миллион 720 тысяч, он дизель, 4 ВД. Друзья, ну и под конец видео забрали Nissan Note. Вот внешний вид уже показывать не будем, потому что довольно много. Автомобиль популярен, то есть, 15-й год, стоимость автомобиля 535 тысяч, пробег на автомобиле 108 тысяч. Автомобиль целенький, у него есть один окрас по кузову и, в принципе, в принципе, все. К чему веду? Автомобиль посмотрели, по-моему, позавчера. Подписчик принял решение приобрести автомобиль. Сделка произошла, в принципе, быстро. Мы приехали, сверили номер кузова, номер двигателя. Все, дали добро. Подписчик, Марк, переводит деньги продавцу. Деньги пришли буквально за 2 минуты. Сели в автомобиль, забрали все документы и гоним автомобиль в транспортную компанию. Вот, поэтому купить автомобиль, лежа на диване, в принципе, в принципе, не так сложно. Кстати, пробег соточка, да, 100 тысяч. Автомобиль едет по подвесочке, он отрабатывает просто, ну, действительно, просто идеально. Вопросов у меня нет. Ну, и по ноуту, то есть, такой хэтчбэк довольно вместительный, довольно вместительный у автомобиля салон. Ребята, огромное спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Спасибо всем, кто подписался на нас. Всем хорошего настроения. Всем пока. Пока.